Привет, друзья! Меня зовут Олег Герт, я иллюстратор. И в этом видео я хочу показать вам процесс рисования иллюстрации на заказ в фотошопе. Вот такие два рисуночка у меня получилось в итоге, и сейчас я покажу, как я его рисовал. Меня попросили нарисовать как бы логотип с персонажами, с собакой и кошкой, которые будут использовать для магазина товаров для животных. Они планировали используются в качестве наклеек, может быть еще и будут использовать в качестве какого-то постера. Я всегда делаю свои иллюстрации в разрешении в несколько большем, чем заказывать, чтобы заказчик мог использовать эту иллюстрацию для печати каких-то больших файлов. Для начала я, конечно же, насмотрелся референсов, чтобы погрузиться в тему. Я насмотрелся на кучу собачек, кошечек, я насмотрелся на уже готовые логотипы подобных магазинчиков и уже, насмотревшись, начал рисовать какие-то варианты. Я порисовал разные виды собачек, кошечек, расположение их вместе, расположение текста и согласовал это с заказчиком. Ему понравилось вот это расположение собаки и кошки. Мы потестировали еще разное расположение текста и уже согласовав это все опять-таки с заказчиком, я приступил к отрисовке. При рисовании этой иллюстрации я использую несколько нехарактерную для себя технику рисования. То есть обычно я рисую просто кистями, здесь решил попробовать использовать другой инструмент, чтобы вот эта вот основа, которую я буду использовать и добавлять там объем тела, да, собаки, кошки, другие какие-то объекты на этой иллюстрации, и чтобы эти линии были очень плавные, да, я использовал инструмент Pen Tool. Этот инструмент работает подобным образом, он похож на векторные инструменты, которые, например, есть в Adobe Illustrator или в Corel Draw, такие программы для векторной графики, но в Photoshop он тоже есть. И вот используя подобный инструмент, я сделал такую основу, да, тела, очков, кепки у собаки и кошки. Разумеется, все-все объекты у меня находятся в разных слоях, что для меня очень удобно и позволяет мне очень гибко и оперативно вносить какие-то изменения. Также, если у вас какие-то есть вопросы касательно этой иллюстрации или вообще касательно фотошопа, не стесняйтесь, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу на каждый ваш вопрос. И когда я нарисовал основу моих персонажей, то есть нарисовал тело, да, вот эти вот очки, кепку, кота, я начал добавлять затемненные области. Для этого я использовал свою кисть, текстурную кисть, которая рисует вот такими маленькими точками, которые мне очень нравятся. Вы можете сделать ее сами, посмотрев видео на моем канале, ссылка вот здесь появится, либо можете купить эти кисти в описании к этому видео. Для того, чтобы экономить время, я порой поступаю следующим образом. Когда я рисую, я зажимаю кнопку Alt на клавиатуре, кликаю цвет моей основы, в данном случае это такой вот желтоватый цвет моей собаки, и рисую с эффектом слоя наложение Multiply. Русская версия фотошопа это умножение. И тогда слой как бы накладывается на слой основу с таким эффектом затемнения, но сохраняя цвет основы, то есть он делается просто темнее. Это очень удобно и убыстряет процесс всего рисования. То есть вы кликаете сразу на этот цвет, сделаете эффект слоя умножения, сразу у вас уже затемненный участок становится таким же цветом, но темнее. Хотя некоторые стараются добавлять в тени, такая живописная уже техника, разные-разные оттенки, что позволяет делать иллюстрацию более такой живой и органично. Если у вас есть, допустим, на фоне, да, у вашего персонажа какие-то другие цвета, то всегда добавляйте какой-то цвет в тень вашего персонажа. Таким образом вы более интегрируете персонажа в окружении, он будет смотреться не оторванно, а более органично окружающему пространству. И такой же кистью в другом слое, но уже используя эффект наложения осветления, я добавляю какие-то освещенные участки на моих персонажей. И вот подобным образом я прорабатываю объемы моих персонажей. То есть я добавляю слоя за слоем, затемняя, прорабатывая более детально участки в тенях и также прорабатывая более освещенные участки. Добавляю какие-то блики, какие-то рефлексы, то есть формирую объем моих персонажей. И чтобы не вылезать за пределы тела, я использовал здесь Clipping Mask. Это позволяет как бы вложить один слой в слой, который находится ниже. Для этого вам нужно в окошке со слоями поднести с зажатой кнопкой Alt-курсор к слою, который вы хотите вложить в нижний слой, и появится такая иконка со стрелочкой, направленной вниз. Если вы кликните на нее, то слой как бы вложится в слой, который находится ниже. И как бы вы не вылезали за пределы вашего основного слоя, который находится внизу, это не будет заметно. Плюс использования разных слоев, когда вы красите какую-то иллюстрацию, то, что вы можете всегда быстро поправить, скорректировать какой-то оттенок, какой-то цвет ваших слоев. В этом-то и есть прелесть Digital Illustrator, что если приходят какие-то правки со стороны клиента или вам что-то хочется самым поправить, вы всегда можете оперативно и быстро изменить это и не тратить на это время. Также, поскольку это логотипчик магазина, который будет продавать товары для животных, я пишу название магазина. Это лапки лэнд. Я добавляю надписи объем, прорабатываю тоже текстурными кистями, чтобы надпись не отличалась по своей стилистике от основной иллюстрации, чтобы она была как бы одним целым со всей иллюстрацией. Помните, в Photoshop есть такая удобная функция, как поворот холста. То есть, если вы зажмете кнопку R на клавиатуре, то у вас появится такой значок, похожий на компас. Вы сможете повернуть свой холст в нужную вам сторону, чтобы вам было удобно вести какую-то линию. Чтобы вернуть расположение холста в первоначальный вид, зажимая кнопку R, нажмите Escape, что очень удобно использовать, когда вы рисуете какие-то линии. Не всегда ведь в вашей руке удобно вести линию какую-то под определенным углом, поэтому здесь можно схитрить и сделать себе удобно. Я решил попробовать сделать вторую опцию этой иллюстрации, но уже с контуром. Чтобы линии моего контура были ровные, я использовал здесь сглаживание линий. То есть, вот этот бегуночек, если вы сделаете чуть больше, чем ноль, то у вас станет возможность больше контролировать, как вы ведете линию. Она немножко будет вестись медленнее, чем вы привыкли, да, при нулевом значении. Но это даст вам больше возможности именно сделать какую-то более ровную линию. Обязательно попробуйте, может быть, вам понравится. Если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео. И чтобы добавить графичности в этот вариант, да, моей иллюстрации, я использовал другие свои кисти, которые тоже делал сам. Вы можете опять-таки скачать в описании к этому видео. Эти кисти Half Tone, то есть они такими точечками, да. Они похожи, как раньше, знаете, в типографиях печатали какие-то плакаты старые. Вот это оттуда такая стилистика. И я проработал этой кистью в тенях, то есть добавляя какие-то такие интересные детальки всей иллюстрации. И вуаля! Вот такие мне получились иллюстрации с контуром и без контура. Они мне обе нравятся, я послал обе эти версии заказчику. Я не знаю, какую он выберет для использования. Если какая-то версия вам понравилась больше, то напишите, пожалуйста, в комментариях, какая и почему. На этом всё. Лайки, коменты туда и увидимся в следующем видео. Пока!